сегодня 21 июня на этом поле неделю назад работали базаграном фазе где-то два три листа по сои сейчас стоит достаточно такая жаркая погода сухая и цель была хотя бы обжечь базаграна но в целом неплохо получилось особенно особенно на достаточно таких молодых растениях нерослых то есть выжиг базагран я думаю что погода сухая она как раз была на стороне препарата базаграна здесь это было два с половиной три литра чистом виде также закрутила венок понятно что это все временный эффект как по осотам так и по венку но все равно как бы такой вот эффект есть а почему временный потому что все же это многолетники но этого обычно достаточно для того чтобы растение сорное растение не мешало сои расти и развиваться то есть вот такой вот эффект получился поле достаточно сорное яс вот проблему но так как дело в том что на сути здесь у нас была репейница репейница стала сосота перебираться на сою такие вот моменты тоже бывает этом есть участки где не не сказать что значительно то есть совсем чуть-чуть повреждений встречаю гусеницы репейница на сои а так в целом хороший эффект получился от базаграна то есть иногда этот препарат позволяет как-то что-то помогает хоть что-то выправить это как больше работа над ошибками потому что эти проблемы нужно убирать предшественники они уже в самой культуре потому что в сои в горохе с осотом бесполезно можно сказать работать бороться нужно но не всегда хороший результат получается поэтому только в предшественники это очень важный момент очень важный потому что со следствиями бороться сложнее всего нужно устранять причины сразу на корню более рослые растение вот такой вот эффект бентозона базаграна на свои спустя неделю целом можно сказать что признаки первые были видны уже на следующий день то есть растение было обожжено но казалось что это будет только только вот эти признаки останутся но вот спустя неделю сорняк стал угасать я думаю что это все же больше связано с той погодой которая сейчас складывается то есть уже две недели нет дождей достаточно высокая температура и как раз температура для базаграна потому что базагран лучше всего работает от 15 от 15 градусов а ну Продолжение следует...